Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах. Продолжаю работать с текстами. Сегодня это будут тексты Елены Рерих, а точнее письма. И я буду это делать систематически для того, чтобы разобраться с ее учением. Скажу вам однозначно, без знания основ Бога в духовенных текстах ее письма трактовать нельзя. Огненную Библию Елены Рерих можем воспринимать только опираясь на тексты Писания. Все, кто делают это без основы, могут ошибаться в своих трактовках. Продолжаем читать пророчества Елены Рерих. Итак, в одном из писем есть пророческие тексты, которые связаны с Новым веком. Конечно же, все эти события будут связаны еще и со священным воинством Великого Братства, которые живут на одной из священных гор. По их учению, мир стоит сейчас перед ликом кризиса, после которого последует духовное перерождение. Это, в принципе, совпадает с учением Христа. И та же самая мысль у нас есть в богодуховенных текстах в Ветхом Завете и в Коране. И так последует духовное перерождение, вернее, новое рождение. При этом очень быстро растет число конференций, конфликтов, всякого рода притяжений, отталкиваний. Человечество мечется в родовых муках, но наступят сроки и отверстятся врата неба. И мир земной вернется в мир небесный. Шесть стадий, шесть ступеней ведут к этому моменту. И великим знаменованием будет конец войны или конец Великой войны. Второй период будет знаменоваться политическими и экономическими крахами интернациональной психологии. Первый катаклизм краткий, небывалые потрясения во всем мире. Второй связан с выступлением на арену небесных сил. Смотрим следующее пророчество. Первый период устроения. Светлое воцарение небесного императора над миром. Государственный строй, отмеченный монизмом религиозного культа или государственным делом. Понятие монизм это философское понятие, которое связано с воззрением, согласно которому разнообразие объектов в конечном счете сводится к единому началу. То есть речь идёт об единобожии. Причём монизм религиозного культа будет работать вкупе с государственными вопросами или делами. Это будет гегемония света над миром, излучаемого небесным императором при существовании в неприкосновенном виде институтов власти, которые будут в наличии к тому времени. Это светлое царение будет выражаться особым термином. То есть институты власти будут подчиняться законам Бога. Второй период устроения – появление боговдохновенных правителей, то есть правителей от Бога, представителей науки и техники. Непростые люди – это будут люди святые у власти. Если мы обратимся к третьей книге Ездры, то там найдём очень похожее пророчество. Боговдохновенные правители, а также представители науки и техники. Всё будет работать в общей системе на реализацию программы Бога. То есть его законы бытия, законы, которые даны человечеству, будут реализовываться в социуме. Сейчас мир, по определению членов этого общества, находится на второй из вышеназванных стадий. Пророками названного движения «Новый мир» представляется как царство духа при непосредственном общении людей с богами. Я бы не хотела пользоваться термином «боги», несмотря на то, что Иисус в своих текстах говорит, что те, кому направлено Писание, являются богами. Но чтобы не было путаницы, давайте мы обозначим это понятие как «сыны Божии». Поскольку Господь Бог у нас один. Итак, это будет земная жизнь без болезней и воздыхания. Жизнь, осеянная светом истины, добра, красоты, радости и любви. То же самое у нас сказано в богодуховенных текстах. И третья книга Ездры и Откровения Иоанна Богослова говорят нам о том, что мы будем жить без болезней, без скорби, в условиях добра и красоты. Жизнь, направляемая небесным императором на началах справедливости. Но я так поняла, что под небесным императором имеется в виду Господь Бог Вседожитель. Если Матерь Мира – духовное женское начало, или Дух Святой, или Премудрость Божия, то небесный император – понятно, что Господь Бог Вседожитель. Во всем этом, конечно, замечательнее всего то, что этот великий план был якобы задуман много тысячелетий тому назад, в срединной ставке мира великих богов на священной горе, где собираются боги, и земной проекцией которой является гора священной области. «О какой горе на Тибете может идти речь? Я не знаю». Но если мы возьмем Израиль, то это гора Хермон или Сион. Это как раз та гора, где собираются сыны Божии. И гора, любимая Господом Богом Вседожителем. Так что, как видите, эти прорывские тексты совпадают с текстами Библии и Корана о последних временах. А значит, все то, о чем мы говорим, безусловно, свершится. Закончится война и начнется век, в первую очередь, духовного преображения, которое повлечет за собой изменения социума. И на тот момент как раз появятся богодуховенные правители. Это все. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok